То Бог емель, яко Бог наш. ПЕСНЯ Друзья мои, 11 сентября мы с вами, милостью Божьей, будем переживать особый день. День усекновения главы Иоанна Предтечи. В православном календаре этот день считается праздником. Но праздник ли он? Сейчас мы с вами узнаем у протеерея Игоря Голуба, настоятеля церкви святой великомученицы Екатерины. Отец Игорь, будьте добры. Мы знаем, что есть Рождество Иоанна Предтечи, которое мы отмечаем 7 июля. Это действительно такой большой и радостный праздник. А усекновение главы Иоанна Предтечи – это особый день в церковном календаре. А почему он называется праздником? Хоча это усекновение, это скорбный праздник, но церковь празднует, потому что Иоанн Предтечи, он и называется того, чтобы притечь. Он пришел для того, чтобы возвестить мир о пришествии Иисуса Христа. И вот именно Господь и так управил, что Он принял эту мученическую смерть и пошел первым туда, в загробную жизнь, возвестить этим людям, которые уже отошли в вечность, сказать им о том, что действительно уже Мессия пришел в этот мир. И Он сотворит этот великий подвиг, когда будет распятым за нас и наше спасение на кресте. То есть усекновение главы Иоанна Предтечи – это все-таки считается праздником. Но мы знаем, что он отмечен особо в православном календаре, и это день строгого поста. Да, церковь и установила, чтобы держать строгий пост от того, что ушел от нас с земли и это великий пророк, о котором Господь сам сказал, что не было больше женами рожденного, нежели Иоанна Предтеча. Если вспомнить о том, как он родился, то его родители долго не имели потомства. И вот они молились и надеялись, что Господь возрадует их детьми. И ихняя молитва была услышана. И вот явился Ангел Господень Захарий, которому возвестил о том, что у него родится ребенок. И он будет великий перед Богом и перед людьми. И вот каждый, кто приезжает на Святую Землю в Иерусалим, все приезжают туда, все заходят в то место, в тот дом, где и родился Иоанн Предтеча. Когда Иоанн Предтеча уже чуть-чуть подрос, Иерусалим убивал детей. И мать узнала о том, она убежала в пустыню с маленьким Иоанном Предтечей, убегая от того, чтобы его не убили. А отец, так как он был служителем храма, он находился возле храма. И когда пришли воины, то он не рассказал им о том, где находится его сын. И тогда же его и убили. А вот Иоанн Предтеча и воспитывался в пустыне. Долгое время мать не прожила, она умерла, и он сам там жил. Он питался диким медом и акридами. Это такой вид саранчи. Вы знаете, если читать житие святого пророка Иоанна Предтечи, то уму непонятно, как он мог прожить в пустыне, как он мог, во-первых, выжить в пустыне, и как он мог получить вот такую силу благовествовать о грядущем Христе. Ну, а то всё в руках Божьей. Господь избрал его на это великое служение. Потому что действительно, когда он вышел, то он проповедовал о том, что грядёт Мессия Христос, и его миссия была для того, чтобы подготовить людей к тому принятию Иисуса Христа. И первые слова, с которыми он вышел, это были «покайтесься, потому что приблизилось Царствие Небесное». И вот люди собирались для того, чтобы идти послушать его слова, и когда он говорил им, они принимали святое крещение в Рыце Иорта. Отец Игорь, мы знаем, что Иоанна Претечу почитал даже царь Ирод и любил послушать его научения и наставления. Как же могло случиться, что человек, который почитал Иоанна Претечу, он же отдал приказ и о том, чтобы его обезглавить? Ну, это описывается, это страшная история в Евангелии Листа Матфея и Марка о том, что, когда праздновал Ирод свой день рождения, то дочь его жены, которую он взял незаконно, потому что он взял жену своего брата Филиппа, и Иоанн Претеча перед этим очень много говорил ему и указывал на то, что он неправильно поступил, что это есть грех перед Богом, и за это Ирод его посадил в темницу. Он в это время был в темнице. И вот, когда он праздновал свой день рождения, то дочь Иродиады, она плясала и угодила царю. И вот, когда уже все были выпившими, он дал клятву, потому что понравилось ему, как она плясала, то он сказал, что ты попросишь у меня, то я тебе и дам. Даже и полцарства. Но вот, когда дочка вышла, она не знала, что попросить, она идет к своей матери и говорит ей, что мне попросить у царя. А мать ждала того момента, потому что не только ее, царя, но и ее обличал Иоанн Претеча. И она задумала, как же его убить. Но боялась, потому что кроме царя никто не мог исполнить этот приказ для того, чтобы убить этого великого пророка. А сам царь также боялся, потому что все почитали его как великого пророка. И сам царь, говорят, что он призывал, когда тот был уже в темнице, чтобы послушать его слова. Он умилялся этому. Но каждый раз, когда Иоанн Претеча приходил к нему, то он напоминал ему об его грехе. И вот мать сказала, что попроси главу Иоанна Претечи, чтобы тебе принесли на блюде. И вот ради этой клятвы Ирод повелевает, чтобы Кат пошел и обезглавил Иоанна. И вот когда ее принесли, все ужаснулись от этого. Но что было сделано, то сделано. И вот когда отдали дочери главу, и она принесла матери, то говорят, что и уже от этой головы исходил голос, который и надали обличал ее в этом грехе. И она из-за этой злости даже выкалывала глаза на главе Иоанна Претечи и колола язык, чтобы он замолчал. Но эти слова продолжались долгое время. И впоследствии Господь наказал за такой великий грех царя и его жену Иродиаду. Когда они были в ссылке, их дочь зимой переходила через речку, она упала в воду, и долгое время она болтыхалась там. И вот сдвинулся лед и отрезал ей голову. После этого люди так же само принесли родителям голову дочери Соломии. И такое было великое наказание Божие на этих родителей, что они сделали такой грех в своей жизни. То есть, если у нас, людей, живущих сегодня, болеют дети или случаются какие-то скорби, в этом виноваты мы сами? Это последствия греха, если брать за пример то, что произошло тогда? Да. Если мы посмотрим и прочитаем Священные Писания, там мы видим, что Господь может наказывать за грехи родителей и до третьего, четвертого поколения. Поэтому, если человек не кается о своих грехах, если человек, закорневший возле и нарушает заповеди Божии, то если не он будет наказан Богом, то может и быть наказан его род. Отец Игорь, но ведь в Новом Завете написано, что сын за отца не отвечает, то есть прервалась вот эта страшная связь, когда наказывается до там седьмого колена. Каждый отвечает за свой грех или все-таки нет? Ну, вы же знаете, что много детей умирает, много постигает какие-то скорби людей. Это не за что-то. Господь посылает такое наказание человеку. И тому Господь милостив, но для того, чтобы человек задумался и не сделал еще какой-то большой грех не только для себя и близких, а для общества, то и Господь посылает вот такие наказания, что болеют или умирают дети или сами люди страдают от этого. Тому причиной всего есть грех, который нас отдаляет от Бога. И тому каждый человек должен стараться очищать свою душу и приближаться к Богу. И стараться не делать грех, потому что, если мы прочитаем слова святителя Василия Великого, то он говорит такие слова. Как дым отгоняет пчел, так и грех отгоняет от нас англо-хранитель. Вот англо-хранитель отдаляется от человека и тогда постигает его и скорби, и его близких. Антицы, Игорь, что бы ни было, но так устроен человек, что все-таки душа его просит радости. Праздник — это всегда радость. Какую радость мы можем получить от праздника усекновения главы Иоанна Претечи? Радость от того, что Иоанн Претеча совершил то, ради чего он пришел. Первое, то, что он пришел для того, чтобы возвестить миру, как я уже сказал, о том, что Мессия пришел. А второе, что он пошел и рассказал всем, тем людям, которые были в загробной жизни. Это его была миссия. Рассказать о пришествии Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, я хочу от всего сердца всех вас поздравить с этим, хотя и скорбным праздником, но все-таки это праздник, который заставляет нас задуматься над своей жизнью, потому что Иоанн Претеча принял эту мученическую кончину для того, чтобы показать миру о том, что его жизнь была направлена на проповедь о том, что родит Мессия Христос. И те слова, которые он сказал, покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие, эти слова звучат и до сегодняшнего дня, и каждый из нас должен помнить, что именно через покаяние человек может достигнуть блаженной жизни Царствия Небесного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова